МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня у нас в студии актуального интервью начальник ноябрьского отдела Государственной жилищной инспекции Ямал-Анининского автономного округа Инга Михайловна Панчешина. И тема нашего разговора – капитальные ремонты. Здравствуйте, Инга Михайловна. Здравствуйте. Первый вопрос. В 2013 году средствами на капитальные ремонты будет впервые распоряжаться Государственная жилищная инспекция. Как это будет происходить и есть ли в этом плюсы и минусы для жителей города? Действительно, в соответствии с постановлением от июля месяца 2012 года Государственная жилищная инспекция Ямал-Анининского автономного округа выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств в части выполнения капитальных ремонтов. Ранее указанную функцию выполнял Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямал-Анининского автономного округа. Возложение указанной функции означает, что Госжилинспекция будет осуществлять полномочия по предоставлению средств из окружного бюджета собственникам, участвующим в адресной программе по проведению капитальных ремонтов в Ямал-Анинском автономном округе. В текущем году на указанные средства из окружного бюджета планируется выделить сумму в размере 814 млн. 345 тыс. рублей. При этом предельный прогнозируемый объем финансирования составляет 857 млн. рублей. То есть окружной бюджет берет на себя оплату 95% от предполагаемой стоимости капитального ремонта домов, участвующих в программе. Не менее 5% стоимости необходимо будет выплатить муниципалитетам, а также собственникам многоквартирных домов. В свою очередь муниципальными образованиями, принявшими решение об участии в адресной программе, представлены собственные адресные программы, в которые входят многоквартирные дома, отобранные в установленном порядке и по установленным критериям. Но при этом не все муниципальные образования своевременно подготовили все документы для участия в данной программе. Поэтому, да, нашему Ноябрьску повезло, и поэтому сумма оказалась немножко выше, чем предполагалось ранее, изначально. Да, тут нужно отдать должное именно администрации города, о том, чтобы своевременно были подготовлены документы, все было в срок. Поэтому 5 муниципальных образований не вошли в эту программу. Хотелось бы отметить, что расходование вот этих субсидий будет происходить под неусыпным контролем уполномоченных органов. И если говорить о плюсах для собственников, да, вот в данном случае, либо каких-то новшествах, которые сегодня предполагаются, это чтобы ответить, наверное, на этот вопрос, необходимо прежде всего иметь представление о том, что представляет из себя Государственная жилищная инспекция. То есть Государственная жилищная инспекция является прежде всего серьезным надзорным органом. Мы имеем значительный опыт в решении вопросов соблюдения жилищного законодательства при содержании многоквартирных домов. Знаем всю специфику этой деятельности. Плюс вы профессиональные строители. Да, да. Можно сказать, что да, нам не понаслышке знаком жилищный фонд города Ноябрьска. Мы знаем все его технические проблемы, мы знаем его историю, поэтому можем четко определить необходимость выполнения тех или иных работ и проверить качество их выполнения. А в целях обеспечения деятельности инспекции также создано специализированное учреждение, которое называется ГКУ ЕНАО «Ямалтехэнергоконтроль». Это грамотные специалисты, обладающие на сегодняшний день современными приборами, позволяющими провести тепловизионные обследования, обследование технического состояния, конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования многоквартирных домов. Их участие в контроле выполнения имена графика производства работ предусмотрено комплексным планом мероприятий по организации проведения капитального ремонта в Ямал-Ненецком автономном округе в 2013 году. Получается, что теперь на домах, где ведется капитальный ремонт, придут люди, которые будут с оборудованием и уже точно проверят, и конструктивы проверят, и насколько здание утеплено, если оно утеплялось там, или крыши, да? Я так понимаю, что это... Да, причем два раза. То есть это будет до выполнения капитального ремонта на доме. То есть эти обследования уже прошли в ноябре-декабре месяце. И после выполнения капитального ремонта, чтобы увидеть все-таки, какой эффект у нас с вами вышел на данном многоквартирном доме. Именно по теплоизоляционным качествам. Людям плюсы в том, что теперь более тщательно будет отслеживаться качество выполнения ремонта. Да. Ну, вот как уже отмечалось, госжилинспекция будет принимать самое непосредственное участие в контроле за расходованием субсидий, представленных органом. И хотелось бы отметить, что и собственникам многоквартирных домов, на которых будет выполняться капитальный ремонт, также следует принимать активное участие в осуществлении контроля за ходом работ, для чего сейчас в нормативных правовых актах округа предусмотрено участие представителей и собственников в контроле за ходом выполнения работ. Ну, а если говорить о нововведениях, которые помогут все-таки жителям контролировать ход выполнения работ, это, во-первых, это все-таки повышение уровня прозрачности. Сейчас собственники не всегда представляют, какие проблемы имеются у них в домах, какие работы запланированы, сколько им придется заплатить. И такая открытость, она затрудняет работу недобросовестных организаций, поскольку собственники могут самостоятельно и своевременно обнаруживать нарушения, при этом могут всегда с нами связаться для того, чтобы мы проконтролировали. Для чего сейчас специалистами госжилой инспекции ведется работа по внедрению специализированной информационной системы, обеспечивающей получение всей необходимой информации, в том числе о проводимых капитальных ремонтах. А вот есть надежда, что люди, чьи дома будут ремонтироваться капитально в этом году, что они уже смогут? Да, конечно, безусловно. Это обязательно будет работать уже в этом году. В общем-то, можно будет прикинуть, что сколько стоит, и действительно ли отработаны эти деньги, да? Ежели будут какие-то сигналы от граждан, мы будем выходить, смотреть. Граждане будут всегда иметь связь с управляющими компаниями, которые у нас в основном являются заказчиками от имени граждан. Будем принимать меры вплоть до административных, если будем выявлять нарушения. Это какие подробные меры? Какие у вас административные ресурсы? Штрафы. А они существенны, эти штрафы? Ведь, допустим, если это в торговле, там, или где-то 2-3 тысячи, не пугает наших торговых работников, а вот строительных? Нет, это от 40 до 50 тысяч. Вот такие штрафы в данном случае за нарушение проведения капитальных ремонтов. Вы говорили о том, что у нас теперь граждане будут входить в совет, который проверяет проведение качества ремонтов. Да, у нас... Каким образом это? Каким образом? Значит, при решении на общем собрании собственников многоквартирного дома обязательно определяется представитель собственников, который будет и подписывать акты приемки дома из капитального ремонта, будет следить за ходом. То есть при капитальном ремонте существует график производства капитального ремонта. Значит, в данном случае и ГКУ будет отслеживать именно эти сроки, и граждане будут точно так же участвовать. Ведь у нас сегодня очень много пенсионеров с активной жизненной позицией. Вот может быть, даже стоит их привлекать в своем доме для того, чтобы... Ведь общее имущество... Это имущество, да? Мы просто привыкли думать, что вот то, что в пределах нашей квартиры, это и есть наше. Никогда не задумываемся о том, что когда, выходя на лестничную клетку, это тоже все наше. И как мы им будем управлять, как мы его будем содержать, зависит только от нас. Для этого и жилищным законодательством предусмотрено определение вот этого Совета многоквартирного дома. Для того, чтобы решать все вопросы, допустим, связанные с какими-то перерасчетами. Ведь председатель Совета дома всегда в праве от всех собственников обратиться в любые надзорные органы, в управляющую тоже компанию, он может непосредственно содействовать именно с управляющей компанией и быстрее доносить те какие-то временные там неполадки, либо еще какие-то нарушения, которые происходят в доме, чем, как мы говорим, граждане, которые работают и заняты на работе продолжительное время дня. Скажите, вот для компаний, подрядных организаций, которые возьмутся за выполнение капитальных ремонтов, вот такой контроль, скажем, это сильная мера воздействия, в общем-то, как-то их заставят собраться, подтянуться, задуматься? Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день не так много жалоб поступало и до этого момента по поводу проведения капитального ремонта. Были жалобы, это единичные, в принципе, мы принимаем меры всегда. Поэтому смею надеяться на то, что подрядчики, которые работают уже на протяжении многих лет у нас в городе, и они в этом году нас не подведут, и нам не придется привлекать к административной ответственности подрядные организации, заказчика за некачественное выполнение работ. Понятно. То есть у нас вполне... Вполне все благополучно. Вот что касаемо именно города Ноябрьска, кроме того, хотелось бы отметить, что в конце 2012 года в жилищный кодекс были введены изменения, существенные причем изменения, в части организации проведения и финансирования капитальных ремонтов. В соответствии с этими изменениями должна быть сформирована региональная программа капитального ремонта до 2035 года, предусматривающая сроки ремонта каждого многоквартирного дома, расположенного на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Исключением являются те дома, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. То есть до 1935 года каждый дом, который есть у нас, будет определен, когда у него будет капитальный ремонт. Да. Вы правильно понимаете это. Это вот будет... Если у нас срок службы там... Между ремонтами же есть определенное время. Конечно, нормативное время, которое... Это сколько у нас составляет? В среднем это 15 лет. В среднем. Но если будут ремонтироваться отдельные конструктивы, то по ним тоже есть и по конструктивам, и по материалам. Есть отдельный срок службы. Это все в нормативных документах указано. То есть в зависимости от того, комплексно будет выполняться капитальный ремонт. Ведь у нас есть дома, которые были частично отремонтированы. Кровля или утепление, да? Да. А возможно, там придется инженерное оборудование какое-то изменять. То есть это уже будет выборочный капитальный ремонт. В настоящее время в округе идет активное формирование нормативно-правовых актов, касающихся данных вопросов. И когда это примерно планируется, уже в этом году заработает? Эта программа должна заработать с 1 января 2014 года. 2014 года. Но в принципе осталось в следующем году. Да. Формирование вот этой программы капитального ремонта должно быть закончено в этом году. То есть уже в принципе в этом году каждый дом будет определен. Когда ему надо будет обновиться. Получается так? Ну, в общем, да. Об этом узнают граждане. Итак, у нас в гостях была Инга Михайловна Панчешина. Это руководитель ноябрьского отдела Государственной жилищной инспекции Ямало-Ненецкого автономного округа. До свидания. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова